Как мне хочется подсказать, как правильно вести именно себя, то это как бы вообще не надо без вопроса делать. А если я вижу какую-то творческую его, ну, что он что-то там в творчестве... Ты можешь сказать, а может быть вот так вот, может быть вот так попробовать. Можно сказать, как предложение в виде вопроса. Можно сказать, ты сделай вот так. И два разных подхода уже будет к решению простой проблемы. Когда вы предлагаете в вопросительной форме, предполагается, что вы тоже, может быть не совсем, все знаете. И как бы вместе рассуждаете с человеком. А может ли так сделать? Предлагаете ему рассуждение. Это гораздо мягче и интереснее, чем когда вы сразу утвердите, говорите, как лучше сделать. А можно еще уточнить в этой же теме, только немножко другой оттенок. Там просто вот, например, человек расстроенный, но я спрашиваю у него, как дела? И он начинает мне просто рассказывать свою ситуацию. Ну, что он там, то-то, то-то у него было. Но он не спрашивает меня, как мне правильно поступить. Именно вот такого вопроса не даю, не задаю. И я ему начинаю просто там подсказывать. Ну, ты не расстраивайся там. Помогай оправдать ситуацию. Я помогаю оправдывать, говорю, ну смотри, это же вот, он не мог так сделать. Ну, начинай оправдывать в ответ. Когда оправдывать, начинаешь, это хорошо, нормально, такую возможность проявить. Возможно. Но будь, опять же, внимательным. Бывает человек откровенничать не для того, чтобы услышать чье-то оправдание. До него бывает важно просто излить тяжесть, которую он наполнил. Ему надо дать ее просто излить. Он сам потом задумается на эту тему, но ему просто не мешает данную минуту. Вот этот груз эмоциональный, который у него накопился. Поэтому поторопиться оправдать в этом случае кого-то, кто как будто бы стал виновником, его горестья, это может еще спровоцировать еще большую неприятность. Потому что он и тебя начнет заподозрить, что ты на стороне того виновника стоишь. Ему туда вообще как будто бы не с кем поделиться, получается, и у него провал пойдет серьезно эмоционально. Поэтому не всегда можно прибежать, да, прибегать даже к этой ситуации, к этому обстоятельству. А если его, например, переспросить, хочешь, давай, может быть, подумаем вместе, как эту ситуацию решить, или как это оправдать? Ну, может быть, это не обязательно переспрашивать. Если он желает решить, пусть задаст вопрос. А ты предлагаешь, может быть, это он так сделал, а может быть, это он так поступил поэтому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...